Музыка Перед вами горная панорама, это практически восточная конечность Ивановского белка. Ивановский белок начинается от места, где протекает река Громотуха, и до хребта Колзун, практически до российской границы. Протяженность этого хребта где-то около 60 километров. Максимальные высоты 2500 метров в районе Черного узла. И здесь мы проходим, если подниматься, все основные пояса. Вот здесь вот предгорные разнотравья цветное. Затем начинается пояс смешанных лесов. Вот я говорю, вот ивы, пожалуйста, кедры начинаются, березы, ну и так далее. Потом пойдет уже темнохвойная тайга, выше темнохвойной там идет листвяжный пояс, лиственницы. Потом идут субальпийские высокотравные лыга, потом альпийские красочные. И начинается пояс на горных тундр. Вот эта вот вся высотная поясность, это как большая прекрасная панорама. Если там уже выпадает снега, то когда первая снега, когда сюда спускаемся, за стравок еще звенят кузнечики, летают бабочки. Это получается, если пройти этой тропой, это пройти через все, через три сезона в четвертом. Там зима, а здесь еще, даже наоборот, здесь уже осень начинается, а выше, выше, выше растение уменьшается и прочее. А там только просыпается вокруг снега, шиворот на выворот. Хотя на самом деле весна начинается наоборот. Здесь раньше сходит, и там уже в позднее получается. А мы там застаем, вот в этом высокогорье весну. Вот пройдя через эти пояса, конечно, тут великолепно познакомство с природой этого края. Это вот западный Алтай. Географическое определение из-за руда проявления, с экономической точки зрения, будем говорить, он назван рудным Алтаем. Потому что здесь край богат всевозможными родами. Вот здесь произрастает, вот только на Ивановском белке, более 700 видов травянистых растений. Что касается фауны, в этих местах, здесь обитает более 100 видов различных птиц. Вот именно здесь впервые, в казахстанской части Алтая в свое время, был найден на гнездовании Бальчник. Это один из лесных куликов. Это один из лесных куликов. Это один из лесных куликов.